МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Реальная картина. Сколько погибло пчел в крае и кто поможет остановить беду? К новым высотам? Мы постараемся создать, еще раз повторю, все условия, чтобы это было и возможно, и эффективно, и долгосрочно. В Бийске появился новый производственный комплекс по выпуску лекарств. На гребне волны. Почему заморские соревнования по вейкбордингу прошли именно в Барнауле? Глава региона Виктор Томенко поручил разработать варианты помощи пчеловодам, пострадавшим от мура насекомых. Губернатор края дал задание региональным Минсельхозу и Минфину оценить ущерб. Специальные комиссии уже работают в районах. Между тем, химикаты, которыми обрабатывают рапс, вредят не только пчелам, но и людям. По словам главного пчеловода Алтайского края Сергея Тостана, в Смоленском районе уже зафиксировано несколько случаев отравления. Подробнее в нашем сюжете. Вот от этого, казалось бы, безобидного полива в Алтайском крае, уверены пчеловоды, по официальным данным, погибло более 4 тысяч пчелосемей. Пострадало 11 районов края. Пасечники считают, что настоящие цифры замалчивают, и число умерших насекомых гораздо больше. Тем временем обработка рапса, вредным пестицидом продолжается, и теперь последствия ощутили на себе люди. В Смоленском районе отрицательный, как говорится, пример, не опыт, а пример, когда люди почувствовали тошноту, и в самом деле этот ядохимикат, он и вызывает рвоту, тошноту, то есть отравление человеческого организма, и может быть, ну, очень такие серьезные последствия для здоровья нанесены. Избежать геноцида пчел и вреда для здоровья людей можно. Самый очевидный вариант подсказывают пчеловоды. Рапс и горох сеять надо подальше от деревни. Километров за 5-6. Пускай потом там и травят его, что хотят делать, чтобы около деревней не было вот этой отравы. А у вас сколько километров получается? У нас вот она, километр даже, ну, километр где-то от силы. Обычно рапс обрабатывают до его цветения, ночью, в безветренную погоду. В этом году погода заставила фермеров опоздать и, видимо, нарушить регламент. Сейчас за этим никто не следит. Есть и другой вариант решения проблемы – биологический пестицид. Он стоит дороже, но пчелам и человеку навредить не может. В 2011 году с Министерства сельского хозяйства сняли обязанности по контролю над пестицидами. Алтайские пчеловоды во вторник на заседании в Госдуме постараются вернуть их назад. Кроме того, обсудят федеральный закон о пчеловодстве. Сейчас такого нет. У нас уже лежит в Госдуме несколько лет федеральный закон о проекте о пчеловодстве. Наверное, им пришла пора уже, потому что многие регионы и на основе нашего закона о пчеловодстве Алтайского края принимают. И нужен теперь федеральный закон. Сергей Тастан уверен, что у пчеловодов есть все шансы превратить законопроект в действующий закон. Напомним, проблема с массовым мором пчел знакома не только алтайским пасечникам. С так называемым экотерроризмом столкнулись также в Удмуртии, Республике Мариэл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской и Курской областях. Дарья Демиллер, Алексей Фризин. День с толком. Продолжаем выпуск. Доступные лекарства, конкурентоспособные аналоги и дополнительные рабочие места. В Бийске появился новый производственный комплекс по выпуску лекарственных препаратов от крупнейшей фармацевтической компании «Эвалар». На запуск производства ушло 5 лет и миллиарда рублей. Подробнее о целебных препаратах, которые соответствуют международным стандартам качества, расскажем в репортаже. Три, два, один. Новому заводу по производству лекарственных препаратов от компании «Эвалар» дали зеленый свет. Оценить масштабы предприятия приехали федеральные и краевые власти. Первый заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цып, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также депутаты Алтайского краевого законодательного собрания. Во время экскурсии они увидели все этапы производства, а также то, как алтайские растения превращаются в фитотерапевтические препараты, которые известны всему миру. Почти 35 тысяч квадратных метров, четыре производственных блока и оборудование мировых производителей. Мощность нового комплекса позволяет выпускать 2 миллиарда таблеток и капсулу ежегодно. Это позволит Валару в полтора раза увеличить объем выпускаемой продукции. Если взять тему фармацевтики, то мы с вами прекрасно понимаем, что когда-то был период, когда у нас ели практически нет. Эта тема ниже довольно жестко конкурентная и требует очень высоких критериев. И качество, и технологии, и всего остального. То, что мы сегодня увидели на заводе, этому отвечает. Стоимость нового современного комплекса – 5 миллиардов рублей. Объем инвестиций, который уже вложила компания, свыше 2 миллиардов. Это, конечно, хороший сигнал всем остальным субъектам хозяйственной деятельности, всем инвесторам, участникам рынка, о том, что в Алтайский край можно и нужно приходить. И мы постараемся создать, еще раз повторю, все условия, чтобы это было и возможно, и эффективно, и долгосрочно. Пока здесь открыто только первое производство лекарственных препаратов растительного происхождения. Следующим этапом стартует второе – по производству синтетических лекарств. И в Новосибирске, и в Иркутске, и в Тюмени есть компании, которые активно развивают фармацевтику, тоже являются одними из лидеров фармацевтического рынка. Вот, например, Валар занимается сейчас введением второй очереди в 2020 году по синтетическим препаратам. Абсолютно очевидно, что компании и институты, которые в Сибирском федеральном округе занимаются химическим синтезом, могли бы стать будущими партнерами компании Валар. То, что такая якорная фармацевтическая компания расположена именно на территории Алтайского края, имеет огромное значение для экономики и социального развития региона в целом. Это и новые рабочие места, с новым производством их будет порядка 300 и миллиард рублей налоговых отчислений в бюджет края. Когда власть адекватно относится к бизнесу, бизнес начинает развиваться. И, наверное, ключевым индикатором является то, что прибыль, которую аккумулирует предприятие, оно инвестируется обратно в развитие этого предприятия. По сути, происходит реинвестиция. И вот такого рода реинвестиция, она важна не только для экономики, например, Алтайского края, но и для создания кадрового потенциала, для создания интеллектуального капитала в принципе в целом регионе. И, на мой взгляд, на примере этого предприятия это происходит. И, по сути, вот создание высокотехнологичных рабочих мест, создание вот этого кадрового ресурса – это некая основа для того, чтобы привлекать и других инвесторов к нам в регион. Я думаю, что это одно из ключевых в развитии Алтайского края. Для регулярных инвестиций, признают власти, нужна более существенная поддержка. Мы, наверное, где-то недорабатываем. И мы сегодня тщательно изучаем наш законодательный рынок, части поддержки инвестиционных моментов, части поддержки инвестиционных моментов. Очень много посещаем предприятий, самых малых, средних, больших, для того, чтобы еще раз посмотреть, где на сегодняшний день мы, законодатели, в рамках формирования нашего правого поля могли бы помочь в этой части. В лекарственном портфеле компании 27 препаратов. В планах расширять ассортимент. В этом поможет новое производство. Тем более, потребность есть. Лекарства и биологически активные добавки от Валара пользуются спросом не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами, так как они соответствуют международному стандарту качества GMP. Мы реализуем натуральные средства для поддержания здоровья. Это биологически активные добавки. В 25 стран мира реализация идет. Но в основном, конечно, по объему это составляет 10% от общего объема, что мы реализуем. Сейчас компания Валар не просто восполняет недостаток лекарственных препаратов, но и составляет уверенную конкуренцию дорогостоящим зарубежным аналогам. Цена бийских таблеток ниже на 40-50%. Валентина Ацкирова, Алексей Фризин, Сергей Даровских. День с толком. Один из главных вузов региона Алтайский Аграрный приглашает абитуриентов получить востребованную специальность. Приемная кампания идет полным ходом. Семь факультетов готовы предоставить абитуриенту полный комплекс высокотехнологичных направлений подготовки для кадрового обеспечения агропромышленного сектора региона. На дневном направлении вуза шесть факультетов – агрономический, инженерный, ветеринарный, экономический, биолого-технологический и природообустройство. Мне очень было бы интересно работать в данной сфере. Животные мои все. Любил. Кошек домой приносил все время. Не знаю почему. Родители всегда были против, но сейчас согласились. Чертить, считать. Мне это больше нравится. Я думаю, что здесь очень хорошие преподаватели. Они дадут мне дальше основу. Здесь получают не только теоретические знания. У аграрного вуза мощная практическая база. Например, техническая лаборатория точного земледелия. Это образцы в натуральную величину, а это копии бортовых компьютеров для удаленного управления. Специфику агротехники студенты изучают на современных моделях. Соответствует современным реалиям важное условие качественного образования, которое и дает Алтайский аграрный университет. Барнаул впервые в истории принял старты чемпионата страны по вейкбордингу. В наших широтах этот экстремальный вид спорта считается пока экзотическим, хотя в той же западной части России гораздо популярнее. Как раз оттуда и приехала большая часть, как они сами себя называют, райдеров. Быть может, поэтому особого ажиотажа среди местных зрителей не наблюдалось. Продолжит тему Кирилл Политов. Их называют мастерами водной акробатики. Впрочем, судя по вот таким кадрам, не зря для многих просто встать на доску и при этом двигаться за катером уже проблема. Для них это элемент по умолчанию. Со стороны этот вид спорта чем-то напоминает сноуборд, хотя ближе всего похож на серфинг, когда райдер пытается укоротить волну. Здесь есть трос, катер, за отведенные метры нужно успеть показать все накопленные умения. КГБ, фронт, флип, орбитал – это лишь малая часть азбуки трюков. Это сложность трюка, качество его исполнения и общее впечатление. На английском мне как-то георгий. Да, сложность – это интенсити, исполнение – это экзекьюшн и композиция. Композиция – это общее впечатление. Вместо привычных Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда – Барнаул впервые в истории краевой столицы доверили столь статусный турнир. Разрезали волну в акватории городского пляжа. Из минусов, уверяют спортсмены, подвыпившие отдыхающие качество самой воды много песка. На такой смеси и глубине, говорят, сложно показать свой уровень. На самом деле для вейкборда идеальные условия – это когда идеально ровная вода, достаточно глубокий водоем, чтобы волна могла встать. Потому что в катер загружены порядка тонны балласта, он едет, ему нужно продавить воду. Здесь глубина всего полтора метра, здесь, конечно, волна нужная, она не встает просто. Выступление Барнаулца Александра Бослира ждали с особым трепетом. Там все-таки наш, да, чемпион, еще в таком экстремальном виде, вот только заезд не получился. Сначала подвела доска, сломалась крепление, после уже мастерство. В принципе, я рад, проехал больше половины программы. Бывает разное в жизни, не стоит останавливаться, сдавать назад, нужно стремиться дальше, продолжать. Возможно, после этих стартов желающих приобщиться к вейкбордингу станет больше. Правда, доска, катер, гидрокостюмы и вечно зеленое лето для тренировок стоят недешево, позволит себе, может, не каждый, тем более в Барнауле. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком. Да, с жарой лучше всего, конечно, бороться у воды. Тем более в Барнауле есть место, в котором можно провести время и в компании, и безопасно, и приятно отдохнуть всей семьей. Комплекс открытых бассейнов «Пляж» – прекрасное место для отдыха всей семьей. Основной бассейн – два детских бассейна с подогревом воды до 28 градусов. Простор для любителей спорта. Открытые площадки для пляжного футбола и волейбола. Каждые два часа в жаркий день здесь проходят занятия по аквааэробике. А для тех, кто хочет расслабиться, есть вместительная лаунж-зона. Пляж способен принять до тысячи человек, которые хотят спастись от жары. Представленная коктейльная карта у нас очень большая. У нас единственный в Сибири бар на воде «Махито», где можно подплыть, заказать себе коктейли и плавать по бассейну, наслаждаясь напитком. Два теплых бассейна. Аниматоры и специальное детское меню делают комплекс «Пляж» удобным и для семейного отдыха. Ребенок на свежем воздухе, водичка теплая в детском бассейне. Аниматоры развлекают. Весело, лучше, чем дома сидеть. Пляж расположен в парке спорта. До него удобно добраться из любой точки города. Большая парковка, возможности для активного отдыха, чистота и комфорт. Все это комплекс открытых бассейнов «Пляж». Какое время для отпуска можно считать идеальным? Каждый считает по-своему, но многие сходятся на второй половине лета. Однако неумолимая статистика говорит о том, что в этом году отпуск для россиян окажется дороже, чем в прошлом. При разумных условиях вариант с кредитом не исключен. Так чем же может быть удобно путешествие в кредит? Вы пришли, выбрали подходящий вариант и без долгого ожидания получили нужную сумму. И условия по кредиту могут быть по-настоящему летними, особенно если обратиться в нужное время. Оформить 300 тысяч рублей с платежом меньше, чем 10 тысяч абсолютно реально. Чтобы в этом убедиться, достаточно 17 и 18 июля посетить офис Банка Восточный и воспользоваться нашим специальным предложением оформить кредит на таких условиях. Если ваш отпуск, что называется, горит, а семейный бюджет в режиме экономии, то способ получить нужную сумму вам подскажут 17 и 18 июля в Банке Восточный. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Эвалар». А у меня к этому часу все новости. Хорошего настроения вам. До встречи.